Регулярно проводимое совещание имамов-хатыбов в мечети города и района на этот раз было посвящено вопросам жизнедеятельности сельских мечетей. Особое внимание уделили работе с молодежью. Надо, чтобы дети протоптали трубку в мечети, чтобы они видели, какие там благие дела делаются, чтобы как можно больше молодежи у нас было в мечети. В своих выступлениях имамы-хатыбе поднимали вопросы ремонта мечетей, благоустройства прилегающих территорий, состояния кладбищ. Обсуждался также порядок проведения пятничных намазов и предстоящих спортивных соревнований. Первая очередная задача – это централизованные проповеди во всех мечетях, чтобы города и района по противоборству экстремизма и терроризма, чтобы у нас действительно во всех мечетях были одни и те же проповеди, везде все было одинаково централизовано. Второй вопрос мы сегодня рассматривали – это проведение праздничных мероприятий для нашего населения города. Это конкурс по знанию Корана для детей, который будет проходить действительно в каком-нибудь доме культуры нашего города или района. Другое большое мероприятие – это по борьбе в комплексе Батыр. К 70-летию Великой Победы Мухтасибат района готовит специальные мероприятия. Мы хотим совместно с молодежным отделом из Мухтасибата собрать всех ветеранов нашего города, района, кто может действительно еще ходить, поздравить их с праздником, провести для них торжественный обед, выразить им свою благодарность, что они сохранили нашу родину, спасли от фашизма. В последнее время наблюдается активизация работы Мухтасибата. Главная задача – это укрепить, объединить все приходы Чистопольского Мухтасибата, и чтобы они придерживались классического, традиционного нашего ислама, который исповедовали наши предки еще до революции. Это Муса Абегиев, Рисава Харитдинов, Шахапатин Мажджини. Продолжение следует...